Я нахожусь в городе Твери, апрель, густует весна, и за моей спиной памятник Афанасию Никитину. Как гласит история, Афанасий Никитин родился когда-то в Твери, и он был купцом, и был путешественником. И по факту своего путешествия за три моря написал книгу, которая так и называется «Хождение за три моря». Существуют разные версии, для чего Афанасий отправился когда-то в путешествие. Кто-то считает, что он искал рынки сбыта, кто-то считает, что он искал рынки, где можно купить какой-то товар, кто-то считает, что он отправился в Индию с тайной миссией, чтобы там получить какие-то тайные знания, либо передать какие-то тайные знания о духовном развитии человека. Как бы то ни было, давайте посмотрим на то, что такое путешествие. Путешествие можно условно разделить на несколько составляющих, что такое путешествие. Путешествие – это мы отправляемся за новыми впечатлениями. Путешествие – это мы отправляемся за тем, чтобы что-то купить. Путешествие – это поход за славой, чтобы, вернувшись обратно, разместись во всех соцсетях, свои фотографии, видео и сказать «Вау, вот я где был, вот я что видел». Но в этом ли состоит основная философия путешествия? Основная философия путешествия все-таки не раскрывается нам во внешнем мире, не раскрывается во внешних ситуациях и событиях, которые происходят. И она абсолютно не пересекается с перемещением нашим в пространство. Путешествие любое – это прежде всего путь к самому себе. Может быть, именно вот об этой секретной миссии Афанасия и вещает история о том, что его путешествие явилось путем к самому себе. Он в пути познал внутренний свой мир, и в связи с этим преобразовалось как-то его внешнее. А может быть, он открыл какой-то для себя закон, кто же на самом деле человек и в чем состоит его задача. В общем, философия путешествия такова. Отправляясь в путь, мы обязательно получаем не просто внешние картинки. Нет, мы внешние картинки, конечно, тоже получаем. Но прежде всего мы получаем трансформацию себя. Отправляясь в путь, помните об этом, что путешествие – это всегда путь шествия к самому себе. Наблюдайте за собой, за своими внутренними состояниями, переживаниями, за своими эмоциями. Соединяйте, что происходит во внешнем мире, соотносительно с вашим внутренним состоянием. И вы увидите, что мир намного огромнее, нежели мы привыкли его воспринимать через те схемы и модели, которые мы знаем. Удачи вам, Путин!